Всем привет! Мы с вами снова в офисе службы доставки товаров Икея в городе Саранск. Меня зовут Татьяна. Сегодня я вам покажу и расскажу вот про такую универсальную вещичку, которая есть в ассортименте Икея. Это часы, будильник, таймер и термометр. Все спрятано в одной такой маленькой коробочке. Давайте знакомиться, что это. Товар называется ClockSys. Вот такая вот коробочка. Вот так это упаковано. Сейчас я вам вскрою его и расскажу, что это и почему мы вам решили подготовить обзор именно по этой вещице. Устройство мы с вами распаковали. Теперь давайте подробно смотреть про каждую функцию. Плюсы и минусы рассмотрим. В общем, рассмотрим его со всех сторон. Вот как это выглядит. Поближе. Сразу хочу оговориться. Если будет плохо видно при монтаже вот те изображения, которые я вам показываю на увеличивающую камеру, мы будем вставлять фотографии данного устройства, чтобы вы видели крупно каждую буковку, каждую цифру, которую оно показывает. Значит, первое, что у нас есть, это таймер. Загорается он вот таким вот синий-голубым цветом. И при переходе из одного режима в другой он будет обязательно пищать. То есть вот такой звук присутствует при любой функции. Будильник и таймер работают вот с таким звуком. Он довольно-таки такой резкий. Увеличить, уменьшить громкость нельзя сигналу. То есть она есть, пока вы не отключите данную функцию. Так, давайте вернемся. Успокаиваем пищащее устройство. Значит, это таймер. Цвет я вам показала. Здесь у нас, в принципе, отражаются только часы и секунды. Больше ничего нет. При помощи двух вот таких кнопок, сет и стрелочка, вы можете изменять параметры. То есть при помощи кнопки сет вы заходите в настройки меню, заходите в то положение, куда вам нужно. Допустим, вам нужно установить время. Заходим в часы и в минутки. И стрелочкой меняем. Увеличиваем, либо уменьшаем. И опять нажимаем кнопку сет, таким образом заканчивая манипуляцию. Дальше у нас после секундомера, в параллель к нему идет термометр. Он работает на двух режимах. Это показывает температуру по Фаренгейту и показывает температуру по Цельсию. Также при помощи стрелочки я могу изменить. Вот на данный момент у нас в офисе 29 градусов по Цельсию и 84 градусов по Фаренгейту. Следующая функция. Следующая функция это таймер. У нас он уже пищит. Пока мы с ним разбирались, я поставила определенный промежуток, чтобы вы могли послушать звук. Значит, загорается таймер у нас зеленым. Пытаюсь поймать. Вот таким зеленым цветом загорается таймер. Ну и вот так вот противненько попискивает. Дальше. Следующая функция это часы. В принципе, это, наверное, самая такая обширная функция, потому что здесь помимо времени вы можете увидеть дни недели, дату полностью, месяц, день и год. Из небольших таких вот минусов, которые мы нашли у данного устройства, это все-таки то, что он не русифицирован. То есть, вот дни недели, покажу сейчас поближе, дни недели начинаются с воскресенья и обозначены они надписями на английском языке. То есть, допустим, если вы данное устройство подарите бабушке, не совсем удобно, наверное, будет пользоваться. Теперь давайте я расскажу вам, какие плюсы и минусы есть у данного приборчика. Пока мы готовились к обзору, все дружно, всей командой покрутили, повертели его. Ну и вот пришли к таким вот выводам. Давайте сначала плюсы расскажу. Во-первых, исполнение. Я думаю, слышно, хороший, прочный, крепкий пластик. Его можно бить, колотить, но, конечно, не до фанатизма. С ним, в принципе, ничего не будет. Работает от двух батареек. Батарейки у нас тоже и киевские, я вам вначале показывала. Кстати, срок эксплуатации на двух таких батарейках от года до полутора при нормальной эксплуатации. Ну, кроме того, что если вы там учитель физкультуры, тренер, вы с секундомером бегаете. Тогда, да, вам хватит на меньший срок. А так, для домашнего использования вам достаточно будет двух батареек на долгий срок. Подсветка разного цвета. То есть, не вглядываясь в табло меню, вы можете посмотреть, куда вы перевернули будильник. То есть, не надо даже, если не смотреть вот на эти обозначения, по цвету вы можете определить. Универсальность. Все-таки в одном приборчике, небольшом, довольно-таки легком, собрано большое количество функций. Вы можете спокойно пользоваться секундомером. Его можно использовать как таймер. Допустим, что-то готовите, нет таймера в духовке. Вы поставили себе секундомер на то количество, которое вам нужно. Отсчитали, он потом очень противненько запищит и вас позовет. Теперь давайте пройдемся по минусам. Какие минусы мы нашли в процессе подготовки к обзору? Во-первых, это размеры. То есть, размеры и плюс, но и минус. То есть, если вы его ставите куда-то подальше от себя, вам особо не видно. Человеку со слабым зрением тоже не будет видно тех цифр, которые есть на дисплее. Подсветка. Подсветка и звук. Вы не можете ни убавить, ни прибавить. То есть, нет регулировки яркости, звука, интенсивности. Этого ничего нет. То есть, как производитель заявил вот этот звук, по-другому он не будет. Дальше. Чтобы перевернуть, ну, взять его и поставить в другое положение, вам нужно его будет из горизонтального обязательно переставить в вертикальное. По-другому он просто не работает. Сейчас покажу. Вот. То есть, у меня режим часы. Я его кручу как угодно на столе. Он никак не реагирует. Дальше. Почему он не реагирует, кстати? Вот этот шарик, который издает звук, он отвечает за положение. То есть, вы поворачиваете устройство и шарик определяет, в какое положение вы его перевернули. Что вам сейчас на данный момент надо. То есть, что вы имели в виду. Еще один из минусов, к которому мы пришли, это все-таки цена. 400 рублей. Я считаю, что дороговато такое устройство. Потому что, вот, допустим, как будильник полноценно им не получается пользоваться. Это не особо удобно. То есть, его нельзя отключить. Его нужно обязательно выключить. Нет никакой кнопки отключения звука. Сам звук не особо приятен. Может быть, я придираюсь, но мне звук режет. Мне неприятен он. Единственное, что мне, например, нравится, это то, что в нем есть таймер, есть температура. Но за ту цену, которую за него просят сейчас, дороговато. Да, он хорошего качества, хорошее исполнение. Но вот, допустим, ценовой диапазон в районе 200 рублей. Адекватная цена за данное устройство. Ну что, у нас по данному будильничку все. Хотелось бы услышать, прочитать ваши комментарии. Пользуетесь ли вы данным устройством? Какие минусы, плюсы увидели вы? Раздражает ли вас этот звук, как в меня? Потому что пока мы снимали, вот этим звуком, пищанием, он уже как бы раздражать стал всех. Даже тех, у кого все спокойно. То есть, кто звуком нейтрален. Поэтому если вы человек не совсем с устойчивой психикой именно к звукам, то есть, ну, у каждого свое, лучше не берите его, потому что пищит он ужасно и противно. То есть, вот этот вот режущий ухо звук для меня это вот главный минус. Еще раз прощаюсь. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok